Добрый вечер всем. Нашим именамом будет назваться «Учет основных средств» в программе «Вокостом» и «Сели туда» в программе «1С». Ну, немножко о себе, то есть так как, может быть, кто-то со мной не работал. Меня зовут Татьяна Борисовна, то есть я работаю специалистом 2009 года, то есть основные курсы – это мои, то есть бухгалтерский учет, теория и практика. Затем, то есть курс налогообложения, то есть последние 3,5 года, так как мои слушатели упорно писали, то есть я начала вести 1С, то есть 1 и 2 уровень. То есть вот основные как бы курсы, то есть мои, ну и плюс у меня есть непростой курс, то есть бюджетных учреждений, которые, наверное, никто и не ведет, и здесь конкуренции как-то у меня не сильно нет. В мае. Да. Так, наш с вами курс он предназначен для знакомства с программой. Ну, кто-то, может быть, уже прошел 1 уровень, а вообще предназначен для знакомства, то есть именно с курсом. Первый уровень бухгалтерский, то есть налоговый учет, то есть именно по теме учета основных средств. И вот для примера, то есть я ищу учет основных средств, чтобы вы познакомились, то есть то, что ведется на курсе 1С, учет хозяйственных операций. Ну а тема у нас будет везде, пример, учет основных средств, чтобы вы могли просто посмотреть, что-то для себя информацию взять и где-то для себя записаться на курс. Ну а я сделаю характеристику курсов, то есть первого и второго уровня, и потом мы перейдем в сами программы. Первый уровень, он, конечно, является предназначен для первоначальных навыков, когда вы только прошли теорию, практику бухгалтерского учета. Сам курс, он рассчитан на 24 часа, 48 часов это самостоятельная работа. Ну в основном это проходит, то есть или вне аудиторных занятий, или вы занимаетесь просто в домашних условиях. Сам курс, он рассчитан на 6 модулей, то есть вы там у меня кроме основных средств, то есть сделаете настройку программы, учетную политику заводите, параметры учета, формирование уставного капитала, где ваши учредители вносят основные объекты. То, что проходится по основным средствам первого уровня. Вы делаете только взнос учредителей в виде основных средств, плюс в третьем модуле вы покупаете основные средства, но в простом варианте, то есть у вас только поставщики. Плюс там мы с вами проходим выбытие основных средств, вы списываете основные средства, и то есть осуществляете ремонт. В первом уровне здесь же у вас идет именно амортизация начисления, и плюс основные отчеты вашей программы. Кроме основных средств в первом уровне изучается учет материалов, работа, то есть подотчетными лицами, наверное, замечательность, как я говорю, первого уровня. Это то есть там показывается учет труда и заработная плата, но в сокращенном виде. То есть модуль номер пять – это учет реализации товаров и услуг. Там же показывается анализ данных, учет НДС, и замечательность первого уровня всегда рассматривается, что это у вас завершение периода проходит. И, соответственно, то есть у нас с вами, так, вопрос у нас здесь появился сразу, то есть и проходится вот там, то есть ваша бухгалтерская отчетность именно проходится в первом уровне. Поэтому, если вы планируете просто посмотреть отчетность бухгалтерскую, тогда это первый уровень. То есть на нем просто все построено у вас. Затем у нас с вами цель курса, скажу, по первому уровню – это просто познакомиться с объектами программы. То есть по окончанию курса, то есть первого уровня, вы будете уметь вести учет, работать со справочниками, регистрировать основные хозяйственные операции, ну и заполнять стандартные, то есть ваши отчеты, и плюс регламентированную бухгалтерскую отчетность. Ну, кому интересен, то есть 1С я всегда считаю, что он интересен всем, то есть потому что везде у нас используется 1С, и поэтому ее нужно, конечно, освоить. Следующий, то есть ваш уровень – это уровень 2, то есть называется он учет хозяйственных операций, и слушатели, которые проходят второй уровень, они передают вам, что точно нужно сходить на второй уровень. Это также 6, то есть занятий 24 часа и 48 часов самостоятельной работы. Но, то есть второй уровень, он на заполненной базе, то есть проходит, и поэтому и база – это не с первого уровня, то есть считается, что на втором уровне вы уже у меня умеете заполнять справочники, вы просто будете там у меня выбирать. Что проходит на втором уровне, это у вас, вы видите, настройка ведения учета, вы повторяете, замечательность, наверное, ввод начальных остатков, потому что если первый уровень – это нулевая база, второй уровень – это вы берете бухгалтерский баланс, весь аналитический учет и заводите данные в свою программу. Затем второй модуль, наверное, привлекает еще тем, что это валютная операция, и вы там закрепляете этот вопрос. И что мы изучаем как бы по модулю 3 по учету основных средств? Это приобретение, вы сегодня посмотрите, я вам покажу, плюс как добавить, то есть доставку прикрепить именно к приобретению. Там же у вас есть движение, перемещение, выбытие, создание ОС и модернизация. Вот основное, то есть то, что вы изучаете в основных средствах, то есть на втором уровне. То есть там же на втором уровне вы можете посмотреть, то есть как отражается в программе импорт товаров, комиссионная розничная торговля, довальческое сырье, если вы используете, выпуск продукции, чтобы посмотреть, как она составляет калькуляцию. И если вы все-таки используете в практике расходы будущих периодов, тогда ваш элемент, то есть именно 97 счет, как она это совершает, можно посмотреть вот именно на уровне 2. И завершается период и определение финансовых результатов. Сразу объясняю всем слушателям, во втором уровне отчетность не проходит, что вы, когда записываетесь уже об этом, уже у меня знали. А завершение периода там у нас с вами происходит. Ну вот, а цель курса, то есть второго уровня, считается дальнейшее более глубокое изучение программы, и вы закрепляете свои навыки просто в программе. То есть что у нас с вами для слушателей, чтобы вы углубили знания, то есть первого уровня. И последнее, то что я хотела вот завершить своей презентацией. Мы с вами посмотрим эти элементы, что-то я вам покажу, и вы будете использовать. То есть и на экране я вам покажу нашу с вами программу 1С. Первое, только единственное, обращаю внимание, если вы хотите начать учет в вашей программе 1С, вам необходимо... Первое, что сделать, это касается и первого, и второго уровня, это зайти, конечно, в функциональность. То есть это вот главное у вас настройки, функциональность называется. Здесь у вас появляется вся функциональность программы, и если вы занимаетесь именно импортными товарами, то, соответственно, то есть валютой вам нужно начать именно с этого. И вы должны пройти вот по всем закладкам, допустим, банк и касса, проставить галочки. Ну, это первый уровень, поэтому здесь еще их нет, я на втором вам покажу. Затем запасы, основные средства, заходите, чтобы у вас обязательно галочки были. То есть торговля, если у вас есть розничная, проставляете комиссию на продажу, на закупку. И, соответственно, последнее производство. Как вы видите, кнопочки, то есть такое, определенно, как вы привыкли, записать, открыть здесь нет. Но, как только вы здесь галочки проставили, программа просто это запоминает и расширяет вам разделы просто ваших команд. Ну, это первый уровень, то есть он считается как бы базовым. То есть затем, то есть первое, что у нас из основных средств, здесь есть вот операции вручную. Я просто их открою, где они у вас находятся. Это ваш раздел операции. Операции, введенные вручную. Это как бы первый путь. Ну, пока покажу то, что у нас заполнено, что вы могли просто посмотреть. То есть вы устанавливаете даты, заполняете содержание, сумму считает сама программа, а вы выбираете просто счет. То есть открываете план счетов, выбираете счет, указываете обязательно количество, независимо, что это материальные ценности вашей МФО. Напрямую идут у вас именно в программу. То есть именно, то есть на вашу, допустим, бухгалтерию или дирекцию. То есть и, то есть заходите в многофункциональное устройство. Ну, немножко как бы отвлекусь. То есть, так, где вот вопрос у нас возник, где взять функциональность? Смотрите, когда вы заходите в программу, еще раз тогда, раздел «Главное», прям записали, функциональность. Здесь это находится. И начинаете по закладкам всем проходить, то есть и все то, что вам необходимо, галочки проставляете. Потому что от этого зависит, вот смотрите, вот этот ваш вариант. Сейчас я вот закрою окна всем. То есть, как только вы заходите в «Главное» или, допустим, «Покупки», открываются ваши команды, то есть именно команды нашей с вами разделов. От этого зависит просто ваша функциональность. Да, то есть Наталья Андрианова, то есть я ее отметила, Елена Руденко тоже отметила. То есть если вы имеете в виду это. Так, ну я вернусь, то есть наши операции вручную, да? То есть мы с вами зашелдим в раздел «Ваши операции», «Операции вручную», то есть вот 42 тысячи, то что я остановилась на этом документе. Вы выбираете счет, обязательно количество, потом идете много, то есть вот следующую строчку, это будет называться номенклатура. Вот смотрите, когда вы заходите, говорите «Показать все», у вас откроется ваша номенклатура. И ваша строчка всегда будет «Группа оборудования, объекты, основных средств». Независимо от автомобиля, это у вас здание, все равно через эту группу, с ней связан счет 0,8. Его будете открывать и заносить, то есть все ваши данные. Ну вот будете заходить через кнопочку «Создать», я просто зайду, то есть уже в заполненный документ, что вы видели, как это заполняется. Когда вы заходите в элемент номенклатуры, вы заполняете наименование, то есть единицу измерения, то есть ставку в вашу НДС. И обязательно себе пометите, даже для других документов, чтобы вы знали, номенклатурная группа заполняется обязательно. Прямо в элементе номенклатуры, номенклатурную группу заполнять нужно обязательно. Про это просто не забывайте, потому что это связано потом с отчетностью. То есть после того, как вы заполнили все ваши элементы, вы говорите «Записать и закрыть», и появляется ваша строчка, которую вы в дальнейшем просто выбираете. Склад обязательно, потому что программа с вас просит склад, даже если у вас его не будет. Ну вот это один элемент, который у нас с вами не приняла вопрос. То есть вы пишите, то есть справочник номенклатуры, вот что может быть. То есть справочник номенклатуры, у вас находятся справочники, номенклатура, и в вашей номенклатуре заносятся все ваши основные средства, которые вы приобретаете у ваших, то есть, допустим, поставщиков, у ваших учредителей. И они у вас появляются в списке. Это называется справочник, то есть элемент номенклатуры, то есть конкретно. Почему в операции нет? Есть у вас на операции, вот когда вы заходите в операции, то есть открываете документ, говорите «Показать все» также. Нашли вашу группу оборудования, объекты, основных средств, открыли, и завели, то есть вашу номенклатуру. Если их здесь нет, нет, идете через кнопку «Создать» и создаете. Можно другой путь выбрать, сразу зайти в справочник номенклатуры и туда его занести. Склад заполняете обязательно. Ну, насоздавали, то есть если вы много, то есть чтобы справочник, значит, вот если вы много отдельно создавали в номенклатуры, вам нужно перенести просто в группу «Оборудование, объекты, основных средств». Значит, тот элемент заводите, ну, допустим, вы если создали, он внизу у вас оказался, сейчас вот я заведу, то есть вам, допустим, то есть, ну, допустим, принтер, да, вы покупаете принтер, то есть основная номенклатурная обязательно сказали записать и закрыть. Он у вас оказался внизу. Все, и вы переносите его в «Объекты основных средств». Можно, путь «Можно еще», открыть, переместить в группу, и выбираете «Объекты основных средств», они оказались в вашей номенклатуре. То есть, вот он, он у вас появился, если даже вы создали много отдельно элементов. Отдельно можно не в операции, допустим, ручную, давайте я вам покажу, а можно прямо в журнале, ну, здесь не обязательно. Допустим, есть у вас журнал, как попасть в журнал хозяйственных операций. Вы заходите в «Операции», «Журнал операции», и все документы можно ввести просто здесь. Ну, допустим, то есть вы сказали создать, но это у вас вносит, допустим, учредитель. Ваша операция будет, то есть так и называться, «Операция» в виде документа. Вы говорите «Окей». Допустим, у вас 1 октября, я возьму 14-й год, содержание, то есть внесено в УК, записали в уставный капитал. Все, вот она сумма, видите, по этой наименовании. Чтобы несколько раз, то есть, вам не заносить, вы можете ее скопировать, или Ctrl-C, как вы обычно привыкаете, и идете вот «Добавить». Вот видите, на список открываете, вы набираете 0,8, и списка выбираете, то есть 0,8, 0,8, и из списка выбираете тот субсчет, который вам необходим. Потом, смотрите, Enter нажимаете, она же вам показывает, куда она дает идти, единичка, Enter нажали, то есть можно, раз вы занесли уже справочник, набрать букву «П», «Принтер», и обязательно склад, видите, она все направление вам показывает. У вас создал учредитель 7,5,0,1, и контрагент, ваш учредитель, допустим, Иванов. Все направление вам укажет. Ну, пускай у нас будет 45 тысяч, стоит наш компьютер, «Принтер». И вы его ставите, то есть внос в УК, все. И сказали записать после этого и закрыть. Надо распечатать бухгалтерскую справку, здесь всегда можно распечатать. Это, то есть, называется «Операция вручную». В ваших документах. То есть, теперь следующее, то есть, ваш документ, который, то есть, это когда вы покупаете у ваших поставщиков, это называется, конечно, «Покупки», но можно через журнал, через кнопочку «Вашу создать». Можно прямо через журнал. Если на курсах вы проходите покупку, вот я сейчас специально вам сделаю, через «Создать». То есть, вы набираете вам в клавиатуре поступление, находите поступление, строчку «Товаров и услуг» и говорите «Окей». Затем высвечивается вот такое окно, наше с вами «Вид операции». И так как вы покупаете основные средства, выбираете «Оборудование», и она откроет вам документ. Дополняйте, так как на лицо у вас уже в руках, на столе есть, то есть, накладная, которая ваш поставщик уже, то есть, уже поставил вам все документацию, значит, здесь пишите, то есть, допустим, у вас накладная 45, дата первая, пускай октября, мы с вами возьмем эту же дату, и идете в контрагенты, вы его знаете. Набрали буквку «Б», то есть, это у вас «Бета», допустим. Но вы должны занести обязательно договор, поэтому вы идете в строчку «Договор», говорите «Создать», и открывается окно. Здесь сама форма, конечно, «Договор», то есть, я бы не сказала, что она не так важна, почему? Потому что, вроде всегда говорят, что вот договор должен быть договор, да не обязательно. Самое главное, что у вас есть в наличии. Вот у меня сейчас есть наличие накладная, я могу написать, что это номер 45, 1 октября, а где наименование, то есть, можно написать накладная, номер 45, и вы ее поставили сюда. Где расчеты, вот ссылочка «Расчеты», здесь можно указать срок оплаты вашего, то есть, именно поставщика, но вот этот срок оплаты 20 дней, она берет из параметров учета, а вы по договорам своим видите, через какой порядок, то есть, срок оплаты, вы рассчитываетесь, и ставите тот срок, который указан в вашем договоре. И вам повторно не надо возвращаться, просто в параметры учета. Предоплата, то есть, тогда договор у вас все равно должен быть, то есть, какой-то, значит, у вас здесь будет не накладная, а счет, на основании чего вы просто платите. Срок оплаты тогда не указываете, галочку тогда не ставите, даже у вас авансы будут. И вы, то есть, закроете, скажете, записать и закрыть, она попадет у вас в список. Ну, а потом говорите добавить, выбираете, допустим, ну, компьютер 5 я не беру, то есть, давайте новый заведем, показать все, что вы в сам путь увидели. Вот он ваш справочник, номенклатура. Вы открываете группу оборудования, объекта, основных средств, и говорите, что у вас принта. И ставите количество 1, цена у вас, допустим, 45 тысяч, общая сумма получилась 53 тысячи рублей. Счет 0,8 она собирает просто с группой с вами. Раз вы выбрали объекты основных средств, значит, 0,8 в счет. Видите, она выбрала. А кто может заводить без НДС? Здесь без НДС. Если у вас в том числе, допустим, если вы не плательщик НДС, тогда прям заходите вот в эту ссылочку НДС сверху, где у вас написано. Вот сюда, в нее надо зайти. То есть, и выбрали тот элемент, что у вас в сумме. То есть, или, допустим, полностью открыли окно, здесь вот еще есть, НДС включается в стоимость. Видите? И она просто ее включит в стоимость. Поставите галочку, если вы не плательщик. То есть, если вы не плательщик, то есть, если вы не плательщик, то есть, конкретно только для этого документа просто. Поэтому вы должны как бы, то есть, в документе уже сразу прослеживать, НДС сверху у вас или нет. Включается. И вот внизу, вот счет фактура, то есть, вы ее регистрируете только в том случае, если она у вас есть в наличии. Вот если она у вас есть, вы ее видите с накладной, значит, пишите 45. Дату можно поменять, потому что у нас там срок 5 дней. Поэтому 5-е, 10-е, допустим, ну, я 14-й год здесь взяла, вся наша продукция. И скажите, зарегистрировать обязательно. И она ее зарегистрирует. Это у нас покупка. Так можно любой момент, то есть, вы можете это купить, то есть, занести именно, ну, вот это первый уровень, который просто изучается. Теперь на основании этой покупки, ну, я понимаю, на первом этапе это лучше пойти через разделы. Открыли. Нашли поступление товаров, услуг. То есть, если вам нужно платежное поручение, я уж не буду этот элемент показывать, то есть, вам конкретно, что у нас как бы тема не связана. А так вот, создать на основании. Нашли, то есть, создать на основании. И нашли ваше платежное поручение. И создать. А мы с вами его поставим на учет, так как у нас тема, все-таки учет основных средств. Значит, вы пойдете УСНМА, ну, можно через журнал. Вот, создать сказали, вы же знаете, как он называется. Принятие к учету. И выбрали. У вас же два пути. Вы можете пойти через журнал, можно пойти через разделы. В журнале, ну, вот, я вот сейчас вам найду документ, то есть, специальное принятие к учету. Вот он, видите. В журнале, конечно, можно, но у него есть минусы. Какие? Ну, допустим, суммы не видно, да, здесь. Ну, тогда дебет-кредит, вот, в 3.0, то есть, можно использовать. Посмотрите операцию. Во-вторых, то есть, вот, минус, когда вы делаете, то есть, поступление, допустим, ну, допустим, поступление товаров, услуг, и вам нужно сделать платежное поручение. Вот, минус журнала, я считаю, в 3.0. Потому что, если вы найдете создать на основании, видите, ее нет. Видите, нету ее. И как бы самого журнала вы не сможете сделать. Нужно тогда открыть сам документ, сам документ, найти кнопочку еще, и вот оно у вас создать на основании. Тоже можно привыкнуть к этому и использовать. Уникальность журнала, я всегда считаю, только в чем? Потому что сразу видно все документы. Вот видите, вот у меня 16 ноября. Видно на экране? Поступление товаров, услуг. И здесь же я вижу, что у меня есть счет фактуры. Видите? А когда я в покупках, в разделах иду, покупки, поступления товаров, услуг, вот даже эту же сумму возьму, то есть нашу с вами, 47 где-то у нас покупки, вот она. То есть мне здесь счет фактуры не видно. Это я должна открыть документ, и зайти вот эту ссылочку, счет фактуры. То есть и вот она у вас появилась, да, счет фактуры. Ну, плюс, наверное, 3.0, хотя идея была, конечно, то есть непонятно, для чего нам с вами это придумано было. Но вот вы можете зайти в счет фактуры, распечатать за поставщика. Вот это, то есть уникальность, наверное, в 3.0 было придумано, если он вдруг вам приехал, привез только накладную, сказал, я все подпишу, я имею право на подпись, и вы можете подписать. Ну, вот это да. Но, когда вы делаете основные средства, помните, дебет, кредит, у вас не будет операции, пока вы не сделаете формирование записи книги покупок в конце периода. Она здесь не появится. По всем документам будет и работы, и услуги, и товары. По основным нет. Поэтому этого не пугайте, все нормально. И советую галочку не снимать, отразить вычет покупок, потому что, ну, я уже в совокупности с новым законодательством вам скажу, что в новой декларации, я думаю, что вам этот, нам путь этот, он будет просто обрезан. И если ваш поставщик вам выставил счет фактуру, и он покажет это в декларации, вы не сможете вот здесь галочку снять. У нас будет камеральная проверка сразу же с вами. Они это просто увидят. Поставщик у него будет видно в реализации, а вас не будет. Видно в покупках. Все уже замечание. Поэтому в этом плане, то есть, ну, вот я немножко так соединю вам информацию. То есть, просто налоговые они сделали, просто чтобы выездные, допустим, не надо приезжать уже, а все наглядно видно будет. И из книги покупок все попадет в декларацию. Им будет видно каждого конкретного поставщика. В этом плане, да, я согласна, то есть, минусы есть. Это у нас с вами покупка, которую вы изучаете вот на первом уровне у нас с вами, да, на нашем курсе. Затем вы вот, когда у вас, допустим, чрезвычайная ситуация, и вам нужно что-то списать, тогда вы идете в раздел ОСНМА. Здесь у вас есть списание, вот она, видите, строчка списания. Вы ее открываете и говорите «Создать». Прямо вот раздел ОСНМА, выбытие основных средств, вот видите, написано списание ОС, и вы ее открываете, создаете. То есть, дату устанавливаете, когда вы списываете. Самая главная причина списания – заходите в стрелочку выбора, говорите «Показать все», смотрите, если у вас нет списки, говорите «Создать», и она у вас появляется, да, сюда вы заносите. Местонахождение обязательно, проследите вот сейчас на экране, то есть, у вас все ячейки, они должны быть заполнены. Счет 91, она сама вам его выберет, напрямую, у нее это заложено просто в программе. А вот статью за отрат, то есть, вы помните, вот эта статья за отрат, это ваша глава 25-я просто, и вы ее просто отсюда выбираете, заносите, то есть, через создание, то есть, и, то есть, используете. Ну, вот я сейчас через карандашик зайду, то есть, ничего страшного здесь нет. Наименование, вид статьи, это ваш налоговый кодекс. И его сюда занесли, выбрали, список, и выбираете компьютер. Ну, уникальность, наверное, вы быте, я бы так сказала, не знаю, как вы все относитесь к этому документу, а я всегда говорю, что дебет, кредит, если вы нажмете, и вот уникальность программы, просто именно ее автоматизированный вариант, она вроде документ просто заполняется, она вам сразу записывает. Не налететь на камералу, вот Оля, Оля нас спрашивает. Честно сказать, Оля, у меня сейчас, какая-то первая, то есть, декларация, которая за первый квартал, я не могу вам, то есть, сказать, где вы можете не пойти на камералку. Почему? Потому что на каждую вашу покупку, то есть, на каждую строчку книги покупок заполняется два листа, налоговой декларации. На каждую реализацию у вас будет заполняться три листа налоговой декларации. И ваша книга покупок, вот по графам, она пойдет, то есть, строчки, ну, то есть, графа вот книги покупок, да, допустим, пойдет просто строчка в налоговой декларации, и там будет просто вся видна, вся ваша книга покупок. Поэтому сказать, то есть, тогда обоюдное согласие с вашим поставщиком. Он не ставит в реализацию, вы в книгу покупок. Идея только в этом. То есть только в этом варианте я могу вам подсказать, что можно... Ну, посмотрим апрель. Но хотя только единственное, вот мне не нравится один минус, что до сих пор в новых конфигурациях у 3.0 нет новых деклараций. Есть уже появились, но вот значит, вот нам сказали, что уже появились. Это уже приятный случай до этого, то есть их там не было. А галочку можете, если вы не ставите в книгу покупок, можно не ставить, она не попадает в книгу покупок, и все. Ну вот радость у нас уже появилась, они появились. Будем знать. Так, смотрите, у нас 4, видите, она вам начислила сразу амортизацию, списала нам с вами амортизацию, да, списала первоначальную и остаточную стоимость. Это у нас списание было. И последний документ, который вы делаете по основным средствам, вот именно в первом уровне, это вот наши с вами ремонты. Ну, а это снова покупки, верно? То есть вы идете в покупки, поступление товаров, услуг. Ну, она у меня уже заполнена, я вам просто ее открою для примера. Сейчас мы ее найдем, вот она с вами, Sigma. И вы начинаете заполнять. Ну, единственное, когда вы покупаете услуги, есть один минус, вы не удивляйтесь. Во-первых, если ваши услуги на счете 76, ваша ссылка расчеты. Вы в нее заходите, заходите в нее, и меняете счет 60 на 76 счет. Есть еще один путь, который связан со вторым уровнем. Я вам здесь вот сейчас покажу. То есть это имеется в виду, когда вы заходите в справочники, то есть вы идете, мы с вами в справочники идем, контрагенты. Вот зашли, когда в контрагентах, у вас здесь есть вот регистр счета расчетов с контрагентами. Вот он, регистр. Вы копируете вот эту строчку пустую. Вот сейчас я вам скажу, скопировать строчку, да, допустим. Выбираете вашу организацию из нашего списка. То есть, ну, наша организация, то есть Орион. Контрагент показать все выбираете из нашего списка. Ну, допустим, пускай у нас будет векой, я очень образно так вам покажу. То есть и меняете счет. 76, 0, 5. И то есть, как только вы будете выбирать этого контрагента, программа уже будет у вас знать, что это 76. И она запишет просто отдельную вашу строчку. Но копировать надо пустое. Самое главное, просто запомните, что вы должны зайти в справочники, контрагенты, а регистр, он у вас по ссылочке счета расчетов с контрагентами. То есть все идет от кода просто. То есть и самое главное при покупке, вот когда вы покупаете услуги конкретно, ваша главная колонка – это счета учета. Вот она, видите? Вы в нее заходите, она будет у вас красным шрифтом. Вы ее заходите сюда, устанавливаете счет затрат, заходите в статьи затрат, вам нужно зайти в статьи затрат и обязательно занести ту услугу, которую вы покупаете. Ну вот как она заполняется, я вам сейчас вот открою, вы увидите на экране. Вот где наименование статьи затрат, это бухгалтерский учет называться будет вашим, а где вид расхода – это налоговый учет. Если вы откроете вот эту стрелочку «Показать все», там весь перечень вашей главы 25, куда относятся ваши расходы. То есть и все, они у вас появятся. Так, это у нас «Ремонты». То есть и где у нас на первом уровне, вот то, что вы у меня всегда смотрите, это у нас с вами амортизация, поэтому в основном амортизацию ее, конечно, делают при закрытии месяца. А где на ее можно посмотреть, можно зайти просто в раздел «Операции», «Закрытие периода», видите, называется «Закрытие месяца». И вы в нее заходите, то есть именно, и осуществляете просто амортизацию. Ну, допустим, я вот месяц у меня была по заданию. Допустим, смотрите на первый блок, где у вас находится амортизация. Ну, вот она у меня, вот она, видите, амортизация. Первое, что вы делаете, просто у меня здесь уже есть закрытие месяца. Ну, давайте мы отменим, чтобы вам было видно. Подводите курсор к амортизации, говорите «Выполнить операцию». Она вам открывает, то есть окно, вот так она высвечивает вам ошибки. Вы прочитываете, поэтому старайтесь по окончанию месяца за какой-то задел небольшого времени оставлять. Но иногда я советую большой, потому что ошибки бывают сложные. Поэтому в этом плане нельзя вот на секунде какой-то закрыть просто месяц. Ведь даже здесь она мне итог просит, что нужно повторно перепровести документы с 1 октября. Вот, я нахожусь в ноябре. И вы всегда обращайте внимание, как только она вам в скобочках пишет 1 октября лету дату, точно нужно здесь перепровести. И тоже подводите курсор, говорите «Выполнить операцию». Она ее выполнит. Ну, пока думает 3.0, то есть в основном будете заниматься документами. Потому что сама программа, наверное, из-за своих насыщенных таких цветов, которые... Вообще, кто никогда не видел программу 1С, вот это, то есть наша с вами конфигурация, она называется, то есть такси. Если кто ни разу не встречался, вот ее назвали такси. То есть теперь я перехожу в октябрь, ведь она мне пишет 1 ноября. Я подвожу курсор к этой строчке, говорю «Выполнить операцию». Но бывает при амортизации, что она просит повторно, поэтому сильно, то есть не удивляйтесь, открываете снова курсором, да, окно, и говорите «Показать проводки». И она какая молодец у нас начислила, да, амортизация. Здесь же вот, когда будете амортизацию делать уже в практике, здесь очень замечательно есть правкие расчеты. Вот они, видите. Вот если я сейчас ее открою, здесь есть строчка «Амортизация». Ну, потому что я месяц отменила, то есть закрытие, она уже не весь список показывает. Сейчас она откроет, то есть нам с вами расчет. Тоже уникально можно использовать. Здесь вы смотрите, есть стоимость объекта, остаточная стоимость. Здесь же она вам прописывает, как она считает амортизацию. Видите, графа 7, разделить на графу 8. И можно всегда понять, как она это у вас осуществила. Можете ее открыть, посмотреть. Это вот у нас правка расчет называется. Вы сами, то есть устанавливаете срок использования при принятии учет и ставите ей какой срок. То есть она из принятия на учет, вот где документ ОС «Принятие к учету», вот когда вы его ставите на учет, любой объект откроем, вот здесь вы смотрите, видите, бухгалтерский учет. Вы устанавливаете, или она вам этот документ не закроет. Вы ей показываете, сколько срок использования. Затем идет и налоговый учет, тоже ей показываете, сколько срок. И с этого срока она просто будет считать вам сумму амортизации. И обязательно проверяйте, чтобы галочки у вас были проставлены. Специальный коэффициент, кого интересует, это связано с налоговым учетом. В основном он используется при лизинге. То есть есть понижающие, повышающие коэффициенты. То есть, ну, если кто-нибудь может заниматься неокор, научно-исследовательскими работами, все. Больше вы нигде не можете использовать повышающие, понижающие коэффициенты. Но единственное, вы в практике у меня можете использовать амортизационную премию. Можно, что процесс ускорения, амортизации, то есть ускорить, тогда открываете вашу закладку премия, ставите галочку, ну, это про гнокурсах обычно мы не показываем, и устанавливаете процентом, 10%, допустим, амортизационной премии. И она будет ее ускоренно просто списывать. Но, если вы этот объект, в конце концов, полностью не спешите, до полностью списания премии амортизационной и суммы амортизации, вам амортизационную премию придется восстанавливать, и это будет вашим доходом. Поэтому минусы с этим элементом тоже есть. Ну, если она полностью спешется, тогда все нормально. Так, это вот покасается амортизационной премии. Ну, и последнее, то, что изучается, как бы, на первом уровне, это ваши отчеты. Вот отчеты, заходите, ОС, НМА, вы заходите, вот отчеты, вот они ваши, ведомость амортизации, открываете период, говорите, сформировать, ну, в отличие от теории Бухучета, она это сформировала очень быстро, правда? То есть, видите, за секунду. И вы оказали вам результаты, где она начислила амортизация, распечатывается ежемесячно, не забудьте. Находится в разделе ОС, НМА, и вот отчеты, видите, список. Здесь же есть инвентарная книга, тоже постановили период, сказали сформировать, и она вам сформирует, то есть, ваши все объекты будут, это несколько страниц. Уникальность еще программы, вот я бы так сказала, она вам даже приготовила раздел книги, здесь есть обложка, даже эти варианты и то есть, но инвентарную книгу распечатываете по окончанию года. И справочников у вас из отчетов по основным средствам, здесь у нас с вами, во-первых, вы используете, здесь есть вот регистрация, то есть, налоги, да, вот есть, и есть у нас с вами, нам нужно зайти в справочники, тогда основные средства, и там у нас есть с вами инвентарная, то есть, карточка, вот она у меня через кнопочку еще, инвентарная карточка. Единственное, так как у нас с вами, я бы вам еще посоветовала 3.0, у нее есть, конечно, такие небольшие минусы, старайтесь не сильно щелкать ваши шапочки, или ваши, то есть, разделы, они просто будут улетать на километры, и вы соединить их очень-очень сложно, единственное, можно вот так, допустим, выделено там, то есть, вашу ячейку, которую можно через кнопочку просто еще зайти, здесь есть изменить форму, и здесь меняете уже ширину, то есть, вашего ячейки, если она убежала, у вас очень-очень далеко, и вы не можете добраться до вашей графы, ну, просто минус здесь есть, и его исправить очень-очень сложно встроить. Ну, вот это у нас изучается с вами, на уровне 1, как бы, это просто знакомство, да, с основными средствами. Ну, давайте я перейду, то есть, следующее наше с вами второму уровню, что вы немножечко посмотрели, что же все-таки изучается на втором уровне. во-первых, база у вас заполнена, сейчас я загружу, но заполнена еще сразу вам говорю, что не первым уровнем, а это совсем другая база, и поэтому, то есть, многие вещи, конечно, приходится просто на курсах вам просто это выбирать. Ну, вот она открыла нам окно здесь, то есть, напомнить позже. Ну, давайте посмотрим, во-первых, то есть, вы должны, то есть, загрузить себе справочник АКОВ, потому что в том элементе не было, то есть, а вообще, вот я давайте вам покажу, все-таки функциональность здесь, потому что здесь более полнее. Главное, вот, функциональность. Заходите, вы сейчас проследите, то есть, варианты, которые у нас здесь есть. Во-первых, можно полное открыть, можно выборочное, здесь без разницы, вы сами выбираете. Идете, банк и кассы ставите, вот здесь галочки, видите, они все проставлены уже. Запасы, то есть, галочки должны быть проставлены. ОС, Н, М, А, но когда вы открываете, она рабочая, это просто уже, то есть, они были поставлены. Торговля и производство, видите, везде проставлены, абсолютно везде. То есть, ну, давайте полную я вам открою, посмотрим, то есть, где, видите, все элементы, они уже проставлены. Вот она должна у вас выглядеть вот именно так, перед началом деятельности. А потом вы уже начинаете, вот, допустим, идете в справочники, но справочник АКОВ вы предварительно должны загрузить из интернета в ваш компьютер. Потому что у меня здесь его нету, я могу вам путь просто показать. Вы заходите в справочники, где у вас сервис появляется, то есть, загрузить классификатор АКОВ. Вы его открываете, говорите открыть файл и находите в своем компьютере, то есть, ваш справочник АКОВ, который вы загрузили из интернета. И тогда вы скажете ему открыть просто его, и он вам плавно его загрузит сюда. И он у вас появится, классификатор. То есть, что мы с вами изучаем просто на втором уровне, во-вторых, то есть, здесь у вас есть, допустим, в справочниках ОС у вас есть способы отражения расходов, и вы должны их просто сюда отнести, то есть, занести. Как он заполняется, ну, вот если я открою один вариант, то есть, вы пишете название, на какой счет вы его относите, счет затрат определяете, то есть, какое у вас подразделение, субконтом будет всегда амортизация. Коэффициент всегда идёт, единичка, но вот вариант бывает, ну, допустим, как вот у меня верху, если вы увидели, вон счёт 20-26, то есть, когда его используют, когда, допустим, у вас есть одно здание, всего одно, а в этом здании находится, допустим, и основное подразделение, и, то есть, мы с вами, бухгалтерия, допустим, администрация, вы определяете эту долю, какую, то есть, она занимает, и тогда, вот здесь, смотрите, коэффициент, он делится, допустим, мы с вами в бухгалтерии, это доля, вот видите, то есть, один будет коэффициент, а производственные два, и она уже будет этом находить, долю и разбивать, то есть, наша сумма амортизации. Ну, да, согласна, что в конце-то всё равно, то есть, у вас 26-й спишется, если полная себестоимость на 20-й, но, тем не менее, можно вот этот элемент просто проделать. А тем на втором уровне, наверное, то есть, используется вот тот вариант, как сделать вот присоединение вот наших транспортных организаций, потому что вы в основном, то есть, это и используете. Ну, допустим, я сначала покупаю основные средства, да, вот покупки, поступления, товаров, услуг. Ну, вот мы здесь покупали, то есть, в группах, то есть, станок, вы его занесли, то есть, всё то же самое, что вы делали на первом уровне, видите, то есть, сам принцип. Поставщик, документы все выбрали, наименование, счёт фактуру зарегистрировали. И если вы хотите соединить, то есть, именно на 0,8 счёт, именно, именно другие дополнительные расходы, тогда вы что делаете? Вы говорите, создать на основании и находите вашу строчку поступления до просходов и её открываете. Ну, давайте я вам её открою. Потому что, как бы, она потом его не проведёт. И она вам его открывает. Здесь вы указываете того поставщика, кто вам везёт. Указываете его до ковара. Содержание у вас будет до просходы и указывается сумма. То есть, именно транспортных расходов. Но способ распределения здесь два варианта. Если вы везёте одни основные средства, ну, допустим, одно оборудование, как-то у меня станок, я выбираю по сумме. Если у вас, вот, в транспортном средстве несколько вы везёте, то есть, именно основных средств или материальных ценностей, тогда по количеству. И она будет распределять в соответствии с количеством. А если вы зайдёте в закладку товары, там будет ваше основное средство. И она подсоединит в одно основное средство уже на 0,8 не только 40 тысяч, а ещё вот 45, то есть, тысяч 200, но ещё 2 тысячи, вот, именно до просходов. Но, если у вас есть ещё дополнительные расходы, тогда вот эта графа до просходов. Поэтому она, то есть, она у вас уже участвует здесь. Видите, колоночка. Да, вот смотрите, главное, вот, в главной, это транспортные расходы. Вот здесь сумма. А в товарах, если вы, допустим, привезли, а у вас ещё какие-то дополнительные расходы есть. И тогда она соединит всё вместе и поставит на учёт ваши основные средства. Вот, допустим, смотрите, вот у меня а станок стоит 47 200, то есть, наши с вами 2 тысячи, это будет, то есть, наши с вами до просходы. А когда я буду идти, то есть, принятие на учёт, сейчас мы найдём ОС, принятие на учёт, и вы, то есть, его соединяете в единое, она соединяет это всё вместе. Ну, здесь не видно, здесь просто станок, видите. Я также заполнила. Но когда я открою, допустим, оборот на сальдовую вето, мы с отчёты, оборот на сальдовую, поставлю вот период, который у меня был, 15 января 2014 года по 18 января 2014, и скажу мне 0,1, 0,1, она мне соединит всё едино. То есть, и поставить, то есть, сумму просто, именно, то есть, станок у нас здесь не попал, то есть, потому что у нас 20, да, января, наверное, скорее всего, был. Вот он, видите, 42 тысячи. 40 тысяч – это у нас с вами станок, вот можете мы его, давайте мы его откроем, чтобы вы увидели наглядно, вот он, 42 тысячи, то есть у нас с вами. А 2 тысячи – это ваши доп. расходы. И все дополнительные расходы она поставит просто на учёт, одновременно. Она их подсоединит. Амортизация там начисляется с первоначальной стоимости со счёта 0,1. Дополнительные все фактические затраты связаны с приобретением. Это может быть, допустим, ваше основное средство, ваша транспортная организация, это может быть, вы привезёте, будете разгружать ваши ценности, тоже включиться, пока вы его не поставите на баланс. И пока вы не сделаете вот этот документ принятия к учёту, она амортизацию не знает, вы же в этом документе ставите ей, вот именно, какой срок амортизации. И она с этой суммы будет начислять вам амортизацию. А срок использования берётся? Срок использования берётся из справочника ОКОВ, в зависимости от какой группы относится ваш объект. Допустим, если вот здесь станок, это оборудование, то 60 месяцев, 5 лет. Если, допустим, это компьютерные техники, обычно это вторая группа амортизационная. Просто есть справочник ОКОВ, и вы его с него берёте срок использования. И она уже, то есть, когда вы поставили на учёт, отсюда будет брать амортизацию. То есть, может, а вы же его спешите, вот сейчас давайте лучше карточку открою вам, чтобы виднее было. вот 15-е по 20-е, давайте вот 0,8-й, 0,4-й, чтобы вы увидели, что она всё собрала, то есть у нас с вами затрата. Видите, то есть у меня 40 тысяч – это моё оборудование, плюс 2 тысяч – это мои доп. расходы. А здесь вот по кредиту, она, видите, у меня собрала все эти расходы и списала. А так как я на основании покупки делаю доп. расходы, она всё это собирает в единый счёт. Поэтому здесь она вам всё соберёт. Это можно использовать не только в основных средствах, товарах тоже. Единственное, вы не соберёте это в нематериальных активах. И доп. расходов там нет. И вам нужно тогда там сделать просто отдельный документ поступления, работ, услуг. Потому что это будет считаться как услуги. В дополнение вы выберете там счёт 0.8.5 и она подсоединит тоже на 0.8 счёт. И поставится потом на учёт. Ну вот отличие нематериальных немножко есть от доп. расходов. Следующий ваш документ вот объекты строительства здесь у вас есть, что вы посмотрели. То есть сама идея тоже та же самая. Смотрите, вы вначале делаете покупку, то есть поступление товаров, услуг. когда вы сказали добавить из номенклатуры, ваша группа будет оборудование к установке. Вот когда вам нужно создать, у вас есть монтаж, тогда это ваша, то есть будет, то есть номенклатура оборудования с установки, потому что с этой группой связан счёт 0.7, 0.7 счёт связан. И, соответственно, когда вы всю номенклатуру заносите, видите, то есть посмотрите, вот я выбрала группу к остановке, она выбрала счёт 0.7, видите, на 0.7. Как только вы сделали поступление товаров, услуг на создание, следующий ваш документ, передача, то есть основных средств, монтаж это называется. Ну давайте мы его найдём, чтобы вы его посмотрели хотя бы. То есть вот в основные средства раздел можете подписать ООС, и здесь у вас есть передача, оборудование, монтаж. Сначала я всё покупаю, а затем, то есть я иду в передачу монтаж, передаю в монтаж, чтобы они смонтировали основное средство, да. И сюда, то есть так же, видите, то есть дата, но объект строительства вы уже здесь выбираете заносите, как он будет в конце, то есть называться. То есть вы уже его собрали, он будет у вас как на балансе, потом, когда вы поставите, как-то определённо называться. Ну вот в моём случае, это вы видите, швейнооборудование здесь. То есть ставите счёт учёта 0803, потому что это строительство, создание его обозначает. Статья затрата, вот видите, требующая монтажа. А здесь идёт вот то, что входит вот в этот объект, откуда она и знать будет, программа. Раз вы ей номенклатуру всю выбрали, что туда включается. Она уже знает, что вот эти объекты, которые комплектующие в коэн, в основной, будут на швейном оборудовании. И она ваш счёт 07, она вопрос-то его спишет. Но она сейчас вот не покажет, потому что, видите, у меня вручную. Вот она, видите? На 07 списала, на 083. А потом вы сделаете также принятие к учёту. Но здесь вот, когда вы заносите, здесь один есть минус. Потому что вот здесь, когда вы сделали дебет-кредит, то есть, ну вот я сейчас уберу, дебет-кредит у вас здесь, то есть, будет, то есть, элемент, который, то есть, связан, требующего монтажа нет, показать всё, у вас здесь будет подрядная организация. То есть, вот здесь вы сами выбираете, вот здесь по способам. Где ход способа, видите, два варианта. И когда она записывает, она выбирает подрядный способ. Но если вы это сами делаете, сами, вы ставите у меня вот здесь галочку «Ручная корректировка», вот то, что я вам сейчас показываю. Потому что без неё, она никогда в жизни мне это не откроет. Поэтому нужно сказать «Ручная корректировка». Потом откроется вот это окно, и вы выберите ход способом. Вот именно эти строчки корректируются именно здесь. Ну, а потом скажете «Записать и закрыть». И она её просто проведёт. А потом только вы делаете принятие к учёту основных средств, как вы уже, допустим, на первом уровне руку набили, или как вы в практике это делаете. Но после того, как вы же видели, то есть, во-первых, видите, она мне карандашик рисует. Это говорит о том, что я сама корректировала ей операции. Вы должны просто сделать, есть такой вот документ, мы сейчас с вами его найдём. Вот справа операции называется «Регламентные операции по НДС». Потому что все строительно-монтажные работы, они облагаются НДС. А вы сами его создавали. Вы не забывайте это. Поэтому вы должны пойти, вот где она начисляет НДС, можете себе прописать, операции, регламентные операции. Вы говорите «Создать», находите вашу строчку, которая называется «Начисление НДС по СМР» строительно-монтажным работам, и она вам откроет документ, то есть вот этот, пустой. И вы ей просто скажете «Заполнить», она вам найдёт вот эту строчку. Так как вы сказали «Хосспособом», но если вы там его не выберите «Хосспособом», она никогда вам эту строчку здесь не найдёт. В этом как бы и есть вот изюминка. То там вы исправили корректировку, сделали, что вы сами создавали его, этот объект, и тогда она здесь плавно заполнена. И в итоге у вас здесь появится операция, вот она, можете посмотреть, 19.08, 68.02. Вроде как такая особенная, но тем не менее вот по «Хосспособам», по строительству, и по строительству она будет также использоваться. То есть 19, то есть то, что вы приобрели, 68, то, что она вам начислила. А при закрытии месяца, то есть она вам закроет просто счёт 68. Вот я вам говорю, «Хосспособом» называется. «Хосспособом» «Хосспособом» «Сами с нами с вами говорили, и на свои работы начислили себе МДС, помещение». Да. А у нас же нет подтверждающей счёт фактуры. Почему счёт фактуры нет? То есть у вас написано в главе то есть статье 146, строительно-монтажные работы для собственного потребления, то есть это у вас облагается МДС. Так как вы сами, то есть вы его начислили, и здесь же вы имеете право на возмещение, это всё написано в главе 21. То есть хотя счёт фактуры у вас нет, у вас есть акты на строительно-монтажные работы, которые вы их приняли. «Хосспособ» «Сами себе создали акты?» Да. Ну, раз вы ставите его на учёт, ваш комиссия приняла, то есть ваш объект, и поэтому вы должны начислить МДС, а потом у вас появится возмещение. «Нико покупок» «Нико покупок» она просто будет видеть, что вы сделали регламент на операции, и заполнить, то есть «Нико покупок» и вас обаима. То есть когда она будет закрывать, что вы действительно, то есть у вас есть объекты, она сразу поставит. То есть это вот постсоздание вам. То есть, значит, вот сначала купили, потом передача, монтаж, а потом только принятие на учёт. И в конце вашего периода, не забудьте, вы должны сделать, она сама по себе их не сделала. Регламентная операция. Только тогда она вам начислить просто МДС здесь. А потом у вас появится возмещение через формирование книги-записи. Она вам компенсирует их. Ну, даже вот здесь, вот смотрите. Операция, вот я сейчас зайду, помощник МДС, очень популярный. Может, кто-то не знает. Вот операция, помощник по учёту МДС. Вот она, видите, начисление, то есть способом сюда, да, появилось. То есть, ну, вот здесь, конечно, уже, то есть, если открыть операцию, нужно открыть. Видите, она мне пишет, 31 марта. Я скажу «Заполнить». Она заполнит объекты. Выполнить. Ну, выполнить, потому что, видите, там некоторых операций нет. Теперь я иду, видите, она мне стрелочку показывает. Книгу «Продаж». Открыть операцию. Тоже на конец периода. И я говорю, то есть, заполнить ей. И если объекты есть, она сюда заполнит их. То же самое вы делаете. Ну, здесь сохранять нечего. «Формирование», «Записи книги покупок». И вы заходите, только здесь кнопочка, вам лучше её взять не вверху, видите, сколько здесь закладок, а вне вверху вот ещё. И здесь ваша кнопочка «Заполнить документ». И она, видите, все закладки вам заполнит. Здесь, видите, нематериальные, здесь же вот ваше начисление МДС. Видите, то есть оно. Если вы его проведёте, поставите дебет-кредит, вот она вам, то есть его вот здесь вот и закрыла, видите, 682-19-08. Ну, что у вас есть акт, вы поставили его на учёт, вы имеете право на это. Поэтому можно. Но называется это «Помощник МДС», не забывайте. Вы должны через него пойти. Операции «Помощник учёта МДС» и обязательно строчки. Вот то, что она вам показывает на стрелочке, вы все их проходите. Все. Пока она полностью это не сделает. На этом этапе она и закрывает счёт 76-й. И В, А, выданные авансы. И А, В, которые в авансе получены. И то же самое по строительно-монтажным работам. Всё идёт через этот вариант. Так, это касается, то есть, наших с вами строительно-монтажных работ, или создания его называют. Здесь же у вас есть, ну, вот на курсе второго уровня, вы делаете, допустим, то есть модернизацию. Ну, вот для примера, то есть у нас с вами есть здесь вариант покупки, поступления товаров, услуг, ну, что я сначала покупаю. Это у нас торговый дом. Давайте найдём вот компьютерный дом. То есть у нас с вами есть вот 3,540. Тоже, видите, скорректировка идёт. То есть вы покупаете DVD, ну, видите. Видите, чтобы, то есть нам с вами уже совершенствовать наш компьютер. Сумма вот 3 тысячи, всего 3,540. А статья затрат, модернизация, ООС выбираете. Всё, как только вы купили, то есть вы делаете, то есть ваш документ. Единственное, вот видите, раз здесь корректировка через дебет-кредит, вы здесь просто говорите, то есть в вашей программе, что у вас модернизация. Вот здесь выбираете, видите, модернизация. И если вы сами его модернизируете, выбираете хозспособом. Видите, как бы у вас объект. Если даже я сейчас зайду, вот этот документ как раз не сделан, вот зайду опять же, это же тоже хозспособом. Если я пойду в операции, то есть именно в регламентной операции, скажу создать, то есть и у меня, то есть здесь есть тоже хозспособом. Скажу заполнить, она мне найдёт DVD. Видите, она мне заполнена. Она автоматически это делает. Как только я выбрала хозспособом, всё. То есть она видит, что это модернизация. Это тоже мы сами своими силами сделали. Если я его проведу, то есть скажу дебет-кредит, она мне поставит эту же операцию. Видите, 908-6802. Даже вот на модернизации то этот элемент нужно сделать. Но обязательно вот здесь вы и выписываете счёт фактуры. Вот здесь, видите, внизу. Вы сказали провести, внизу выписать счёт фактуры. Всё, она у вас готова. Счёт фактура вы распечатали. Вы видите, как он выглядит. То есть грузополучатель и правитель прочерк. Покупателя нет, потому что вы для себя её выписываете. Видите? То есть и графы со второй по четвёртой тоже прочерк. То есть и по вашей счёт фактуры она зарегистрирована будет здесь. Теперь следующий вот ваш объект, который вы сделали, допустим, по покупке, вы должны сделать просто модернизацию. Это в ОСНМА. Ваш документ, вот он, видите, модернизация. Модернизация. И вы в неё просто заходите, говорите «создать». Пишите наименную дату, где находится ваш объект. Он, видите, администрация. Ну, раз мы компьютер, да, модернизируем. Обязательно событие «модернизация». И указываете объект строительства, что у вас, то есть DVD. А потом просто говорите «рассчитать сумму». И она её просто, то, что вы купили для модернизации, сюда просто заполнит. Видите, то есть кнопочка «рассчитать сумму». Ну, будет расхождение с налоговым учётом, появится сразу разница. Потом идёте в «основные средства». Говорите, то есть компьютер выбрали, заполнить по наименованию. И она его просто заполнит. Ну, сейчас она мне скажет, что конкретно, что это отсутствует. Сейчас я вот выйду, чтобы вы хотя бы посмотрели. Потому что у меня его нет уже. Объекта. То есть, видите, как бы на сумму вам здесь пропишут. То есть вот эту 3000, она добавит стоимость вашего объекта. И скажет, сколько срок использования у вас будет по этому объекту. И она его добавит. Ну, вот если я сейчас возьму, допустим, 20 января. То есть из отчётности вы увидите. То есть по 20 января, то есть мы возьмём вот 0,1, 0,1. У вас, вон, видите, то есть компьютер стоил 38,880. Добавилась модернизация 3000. Видите, обороты. И ваша стоимость компьютера сейчас будет стоить 41,880. Вы его модернизировали. И стоимость ваша первоначальная увеличится. Ну, вот здесь вот всегда просто помните, что увеличивают, потому что всегда ошибки просто делают. Увеличивают первоначальная стоимость только реконструкция, модернизация, дооборудование. Капитальные ремонты не увеличивают, то есть первоначальную стоимость. Это в затраты идёт. Исключение только является, если капитальный ремонт связан с реконструкцией и дооборудованием. Тогда да. Поэтому эти элементы, то есть просто не забывайте никогда. Потому что часто, то есть используют такой вариант, что вот, да, вот у нас, то есть капитальный ремонт мы увеличили. Но у вас просто капитальный ремонт, он длительный, он не увеличивает первоначальную стоимость. А написано это где у нас с вами? В главе 25. Всё так. В налоговом кодексе. Открыли, я знаю, что не хочется, но надо. То есть открыли, посмотрели. И всё, в консультанте можно посмотреть, какие изменения были. То есть и сразу открыли, то есть увидели. Потому что чем больше вы открываете, тем вы мне больше просто знаете. От этого зависит. Ну вот ещё один элемент, то есть вам просто покажу. То есть, ну, закрытие амортизации вы у меня. Передаёте, во-первых, вот, когда вы продаёте основные средства, по продаже делаете, вот я зайду, то есть ООСНМА, по выбытию у вас несколько строчек есть. Списание – это в случае, если вы его списываете, он там морально устарел, или чрезвычайное обстоятельство. А есть вот подготовка к передаче и передача. Подготовка к передаче обычно осуществляется эта строчка, когда используется. Если вы его регистрируете, то есть именно как недвижимое имущество, то есть именно в организации. А в основном, когда, то есть идёт, то есть именно реализация, это используется передача ООС. Ну, в данном случае, вот мы здесь продаём с вами торговое оборудование. Видите? Стоит дата у нас от, то есть организация, контрагент, затем договор продажи, и выбираете объект, который вы продаёте. Здесь же выписывается счёт фактура, потому что это реализация. Если вы как бы, когда нажимаете дебет-кредит, обращайте внимание, она, вот видите, то есть 62.91, да, реализацию поставила. Списала вам амортизацию, вот видите, она начислила её. Списала, то есть ей списала остаточную стоимость. И начислила НДС, потому что это реализация. Видите, сразу появилось 6, то есть операций. Хотя посмотришь так на документы, если вы, то есть недавно работаете в программе, вроде не так уж сложно он заполняется, да. Выбрали наименование, количество, в какой цене продаётся. Она вам начислила НДС, то есть указали единственное субконто. Вот это ещё графа, которая, она остаётся пустой, вы должны её заполнить. То есть субконто графа называется. Потому что в этом плане, то есть программа, когда при заполнении документа, она с вас его не потребует. А когда вы будете закрывать месяц, период, вот тогда она вам все элементы, ваши минусы просто будет требовать. И поэтому вы должны всегда её просто выявить. То есть где у вас ошибка? Вот то, что я вам сказала, в элементе номенклатуры, номенклатурная группа. В ваших документах всегда, то есть это ваше субконто. Или, допустим, группу вы где-то не выбрали, номенклатурную. Она просто, вот сами представьте, она, когда вы делаете закрытие месяца, она вам ошибки ваши. А я всегда говорю, что в последнюю минуту нам точно не нужны эти сюрпризы нашей программы. То есть поэтому лучше всего заполнять это сразу. А просто когда она высвечивает, ну даже по элементе номенклатуры, вот вы не занесли номенклатурную группу, она вам в течение периода, она никогда ошибку вам не даст. Но когда вы будете закрывать месяц, она вам выдаст список, что у вас не заполнена номенклатурная группа. А когда вы будете мне заходить вот в этот элемент, вот сюда, вот я сейчас через карандашик зайду, и начнете выбирать номенклатурную группу, то есть она просто обнулит ваш документ, и все. Ну а так, если представить в конце периода обнуление документов, всех, которые вы занесли за отчетный период, сюрприз очень хороший. То, что вы за три месяца носили, и вдруг я где-то там номенклатуру не заносила, забыла, пропустила строчку, и здесь вот элемент достаточно очень уникальный. Ну, здесь продажи, то есть здесь не так видно. А вот я просто покупка к вам зайду, покажу, просто чтобы, вот допустим, любой элемент. Как только вы заходите вот в номенклатуру, допустим, говорите, то есть изменить, выбираете, то есть ей там строчку любую, то есть которую вам необходимо, сказали записать и закрыть, выбрали. И она просто вам вот эти строчки, она, то есть их будет обнулять. И вам придется вот этот документ просто заново делать весь. А это уже просто сложно. Ну, просто документы, то есть у вас же много элементов, ну, здесь просто была выбрана, она не приорегировала. А если как бы, если это пустой документ был, и вы начинаете выбирать, она может это все убрать. И она его обнулит просто. И вам придется заново количество, цена, сумму по всем документам поднимать, заносить заново. Здесь просто они все проведены уже. То есть на примере как бы сильно не покажешь. Поэтому старайтесь, то есть этот вариант использовать. Затем вот еще один элемент по основным средствам. Я бы хотела, то есть остановиться. Во-первых, если вы покупаете, может, компьютерная техника, она, то есть бывает и 40 и более, да, как основные средства, а бывает и меньше, да, 40 тысяч. Тогда это у вас будет называться производственный инвентарь. То есть вы отнесете на счет 10.09. И вот, не забывайте. Поэтому тогда пойдете просто покупки, поступление товаров, услуг, и находим, то есть мы с вами документ, мы сейчас его найдем, вот 26-й компьютерный дом. Вот он, ноутбук мы здесь купили, видите. Вроде тоже, да, основные средства. Но 26 тысяч. То есть если вы заполняете, то есть так же, все основное, все правильно заполняется. Контрагент, так же договор, на основании чего. Выбираете номенклатуру, но в номенклатуре-то вы выбираете инвентарь при надлежности, вон видите 10.09. И, соответственно, операция уже будет не 0 первой счет, а 10-й у вас. Если это меньше 40 тысяч рублей, и он у вас попадет как инвентарь. И спешится просто 100% на это и сразу. То есть, ну, вот такой вариант, то есть если у вас будет до 40 тысяч основных. Монтаж, то есть вы ставите его, то есть если вы здесь не сделаете передачу в монтаж, это у вас на 10-м счете. Значит, вы его приобретаете как комплектующий, как покупаете услуги и все. Если он продал монтаж, то это будет на 4-м счету? Да, на расходы, как и все. Потому что здесь вы его не соедините в едином. Потому что передача в монтаж, это обычно по основным средствам. А если до 40 тысяч, это уже не является основным у вас средством. То есть вы на монтаж, как передачей, то есть вы покупаете комплектующий дополнительный, и все. И вот еще один документ, то есть элемент такой есть, у вас, когда вам, ну допустим, ну вот как у нас здесь вариант есть, что у нас поставился на капитальный ремонт наше оборудование. Это называется приостановка амортизации. Где она у вас находится, то есть мы с вами можете даже записать. Это то есть наша с вами приостановка оборудования. Мы сейчас с вами посмотрим. ООС. ООС. Амортизация. И называется, то есть амортизация у нас с вами, давайте мы найдем вот на параметры амортизации ООС. Можете записать себе. То есть ООС, раздел амортизация и параметры амортизации ООС. Говорите создать. Вот видите, то есть здесь у нас с вами есть создать. И вы говорите для себя, что у вас изменение состояния ООС. Потому что вы его приостанавливаете. У вас изменяется состояние ООС. Здесь это делается. А это у нас бывает, допустим, там. На консервации, да? На ремонт. Вам нужно как-то приостановить. То есть сказали создание. Ставите дату. Обязательно галочку в бухгалтерском учете, в налоговом учете. И ваша галочка влияет на начисление амортизации у вас должно быть. А внизу, то есть говорите, какой объект вы хотите приостановить. Но. Вот здесь есть одно но. Та дата, которая у вас здесь указывается, она приостановит с первого числа месяца после того, как вы это указали. Ну, в данном случае это вот с 1 марта произойдет. Потому что 1 февраля она еще будет начислять амортизацию. А 1 марта она уже приостановит. Ну, вот здесь объект он сделан. То есть можете посмотреть. Я сейчас зайду в закрытие месяца, вы проследите. Вот в феврале, то есть мы это в феврале сделали. Если я пойду, скажу, показать проводки в амортизации. На штанок, вот видите, он еще есть. Видите? 20 еще. Она еще начислила. А если я зайду просто сейчас хорошо в март и скажу, ну, во-первых, давайте выполнить операцию. Здесь она мне снова ругается. Нет, вы же его списываете. То есть если у вас модернизация компьютера, вы не можете его потом перенести, то есть в объект. У вас идет просто ремонт, и вы относите в расходы. Стоимость вы не увеличиваете. Никогда. Поэтому это, когда вы модернизируете само основное средство, вы можете увеличить. Ну, давайте я вот вернусь. То есть в январь все-таки, видите, она у меня поругалась на меня, что я много операций, то есть вам показывала. Видите, она у меня пишет. 15 января. Ну, вот сейчас я пройду, то есть этот путь. Так, теперь февраль. Ну, видите, февраль она тоже, да, мне говорит, но мне надо выполнить. Поэтому будете говорить «выполнить операцию». Старайтесь вот очень-очень как бы внимательно просто с программой. Я понимаю, что хочется быстро, но не получается всегда быстро. То есть мы скажем «выполнить операцию в марте». Здесь она на что, на что с вами ругается, давайте посмотрим. Тоже амортизация, да? То есть тоже 1 марта. В февраль что-то отправляет, да? А, понятно. Выполнить операцию, видите, то есть она меня отправила в март. Теперь отправляет вон в январь. Видите, какая программа наша умная. Как вы ее называете? Или вы ее ругаете? Кто молчите? Ругаете программу свою или хвалите? Понятно. Так, «выполнить операцию за февраль», да, сделаем? И перейдем в марте, потому что я хотела показать, то есть чтобы вы увидели приостановку. А хвалим, вот мне сказали, больше всего, то есть. Когда все настроено, ну да, согласна. Снова подвели, то есть курсоры сказали показать проводки. Вот смотрите, то есть наш с вами станок, он исчез, видите? Его нет, с 1 марта. Поэтому вот эта дата, которую вы ставите, вот помните, с 1 числа следующего месяца, она его приостановит. Здесь зависит от даты. Хоть будет, хоть 1, хоть 28, то есть любое число, хоть последний день, 30 поставите, но у февраля 28 дней. Поэтому она все равно будет делать с 1 марта приостановка. То есть и вот еще один элемент, вот допустим, у нас программа, если вы с одного подразделения, допустим, переносите в другое подразделение, переводите. В данном случае у нас здесь был автомобиль. Поэтому здесь нужно просто сделать один документ, который называется «передача», «перемещение ОС». ОС, как бы приостановку здесь не делают, здесь просто ОС, «перемещение ОС». И, соответственно, где он находился? Он находился у нас в администрации автомобиль. Ну, мы так посчитали, то есть наш руководитель решил, что в цехе он нужнее, то есть потому что товарные ценности автомобиль, и вы переводите его в цех номер один. То есть вот, видите, то есть появилась, то есть автомобиль. И вот раз я опять же ставлю с первого февраля, она мне будет начислять амортизацию на счет 20, то есть первого марта. Ну, а я вернусь, то есть вы это просто увидели и удостоверились в нашей просто программе. Ну, вот смотрите, февраль, я вернусь в февраль в начале, чтобы вы это увидели. Показать проводки. Найдем автомобиль, видите, администрация. Видите? Если я как бы пойду сейчас в март, где мы с вами были, смотрели станок, скажу «показать проводки», и у нас с вами автомобиль цех номер один, и она, видите, уже начисляет на счет 20. Вот перемещение как бы основных, если будет, то есть у вас этот элемент, можете тоже использовать. Ну, такие варианты у нас с вами по основным средствам. Можно обнаружить сразу. Ну, давайте я вам покажу. То есть есть уникальный документ, кто у меня, ну, допустим, не работал с программой, то есть и не знает, называется «Экспресс-проверка». Когда вы идете просто в отчеты, первое, что вы делаете при закрытии месяца, я вам советую, вы идете в отчеты, здесь у нас анализ учета, есть экспресс-проверка. Устанавливаете период, ну, допустим, с 1 января по 31 марта, 1 января, раз в 2014 уже год, и говорите «Выполнить проверку». Ну, вот видите, то есть она вам ее сделала, проверку. Вот видите, насколько ошибок в программе. Ну, во-первых, вот анализ состояния бухгалтерского учета, как с ним работать. Вы открываете «Плюс», вот здесь «Плюс», смотрите, что она вам советует. Здесь написано «Отсутствие остатков по счетам, подлежащих закрытия в конце отчетного периода». Ну, просто я еще не закрывала. То есть открываете снова «Плюс», смотрите «Розовое», то есть наименование. Обнаружены ненолевые остатки на конце отчетного периода. Ну, значит, деятельности у вас здесь просто не было. Поэтому как бы анализ тоже есть. Вот отсутствие остатков, ну, потому что у меня закрытие месяца, она уже пишет. Видите, отсутствие остатков. Это делается экспресс-проверка до закрытия месяца. То есть потом смотрите, то есть соответствие, то есть, вон видите, дебетовых счетов на конец периода, активный, пассивный. Ну, а самое глобальное, наверное, всегда – это операции по кассе. А здесь сказано «Соблюдение лимита остатка кассы». Ошибка. Открыли. Написано «Обнаружено превышение». Где делать, заводиться нужно, где в программе завести лимит кассы. Это ваши справочники, банк и касса, лимит и остатка кассы. Вот здесь это заводится. Ну, вот у меня тут здесь прописано 300 тысяч, значит, на каком-то этапе ей этого мало. Ну, вот если открыть, допустим, отчеты, карточка счета. Период вас взять 1 января 14 по 31 марта 14, а счет взять 50.01. Ну, давайте проследим, то есть, где у нас с вами нарушение. Сальдо, конечно, вот я смотрю, ну, а вот, видите, больше 300, да уже? Вот здесь вот 396, да есть. Самая большая, наверное, сумма. Сейчас мы проследим. Кто сказал? Ну, это банку, а вы-то сами себе должны сделать? Это вы сами разрабатываете, утверждаете у руководителя. Да, вы в банк не подтверждаете, а налоговую у нас проверяют. То есть, это радость, это никакой нету по кассе, раз налоговая. То есть, вы в банк не относитесь. Вас банк не проверяет, вас проверяет налоговая по кассе сейчас. И расчет лимита кассы вы должны все равно сделать. Ну, а наша сумма, он, видите, большая. 410 тысяч рублей, вот я вижу. Сейчас мы проверим еще. Вот, нет, да. Значит, идем в лимит кассы. Ставите 410 тысяч, чтобы вы увидели, как она вам отредактирует. Но сделали расчет лимита кассы отдельно. Значит, будет подгонять, то есть, под вашу выручку. Скажете, записать и закрыть. И идете в экспресс-проверку и скажете, выполнить. По кассе должна наша ошибка уйти. Видите, она у меня ее убрала. С точки зрения приходных кассовых ордеров, ну, в практике, конечно, вот этой ошибки оно и у вас не будет. Почему? Потому что у вас есть кассир, который в хронологии заполняет все приходные расходные ордера. Ну, вот программе, может быть, пригодится. Смотрите, как можно его сделать. Сублюдение нумерации, правда, она не везде, не всегда правильно делает это. Вы ее открываете. Она вам говорит, хронология у вас нарушена. А здесь вот есть автоматическая перенумерация документов. Она ее открывает. Вы говорите продолжить. Ну, вот здесь нельзя пренумеровать, потому что я за весь период уже выбрала. Ну, видите, у меня ошибку показывает здесь. А так она может просто-напросто нумерацию поменять, то есть ее отредактировать здесь. Ну, что сейчас я скажу, то есть она мне по кассе, конечно, не сделает здесь. Вариант, ну, давайте вот по расходу, может быть, она там разрешит нам, то есть исправить. А вообще, то есть если все правильно в базе, то есть она разрешает. Ну, вот здесь она мне тоже нельзя пронумеровать, так как некоторые номера заняты за пределами этого периода. Поэтому она, может, здесь период, наверное, достаточно больше, да, то есть указан. У нас занят документом, видите, то есть не хочет она проводить. А так можно. То есть если все правильно, она все равно, то есть вам, то есть разрешит ее перенумерать. А вообще, то есть это зависит от вашего кассира. То есть или другой путь. Можно просто выводить на печать без номера, а потом, то есть редактировать. Это называется просто экспресс-проверка. Так, ну, я очень рада, что вы у меня, то есть оценили. Ну, вообще, вот экспресс-проверку я вам советую. Даже поведение у книги, то есть открыли, вот видите, соблюдение, нумерация, счет фактур. То есть можно всегда ее сделать, и в каждом день ее делать. Она будет вам контролировать просто. Даже вот по кассе в том случае, ну, раз уж касса, то есть возникла здесь ошибка, то есть скажу, то есть по кассе, то есть вы сразу будете видеть, где у вас нарушен расчет лимита кассы. Потому что когда вы делаете кассовую книгу и приходное расходное, она никогда вам ошибку не скажет. Она будет все проводить, потому что это должен следить просто ваш кассир. Но расчет лимита обязательно. Если у вас расчета лимита нет, это говорит о чем? Что в вашей кассе на конец дня должен быть 0 рублей 0 копеек. Вы должны мне все сдать в банк. Поэтому расчет лимита кассы обязательно, не забывайте. Потому что кассу я всегда расцениваю, это идеал должен быть. Пришли деньги, кассира приходовала. Выдала деньги, расходный кассовый проверила. Расчет лимита кассы соблюдается, кассовую книгу сделала, все, никаких проблем нет. А вот где делаются ошибки, это я как всегда говорю слушателям, где я вам разрешаю это делать, это НДС и налог на прибыль. Вот там этого просто не обойти. То есть нам с вами, поэтому этого уже нет. Так, ну на этом мы с вами завершим вас только пригласить. То есть первый уровень, я так думаю, что, наверное, для начинающих, которые у меня теорию и практику, бухгалтерский учет закончили. А вот кто закончил вот первый уровень, я бы вас пригласила просто на второй уровень. То есть и попробовать просто вот эти элементы уже самим за компьютерами. А то есть, может, на экране, это и есть на экране уже заполнены просто документы. Продолжение следует...